Здравствуйте! Новости нашего города на телеканале Котлас 24 в студии Денис Дворяшин. Смотрите выпуски. Коечный фонд ковидного госпиталя увеличен до 300 мест. На дистант может уйти пятая школа. Коечный фонд ковидного госпиталя увеличен до 300 мест. На дистанционное обучение можно уйти школа номер пять. Все это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Ситуацию обсуждали сегодня в администрации города. На сегодняшний день в городе проходят лечение амбулаторно 1441 человек. 443 из них дети. 180 заразившихся в Котласском районе, в том числе 60 детей. В стационаре получают лечение 232 человека, 23 пациента в реанимации. На сегодняшний день коечный фонд ковидного госпиталя увеличен до 300 мест. Растет заболеваемость и среди детей. Все больше классов переводят на дистанционное обучение. Сейчас стоит вопрос о закрытии пятой школы. По последним данным, там 9 классов на карантине. Первая школа у нас по 4 февраля, они у нас на дистанционном формате. По 1 февраля у нас 4, 7, 18 и 76 школы. Но мы решения принимаем в ежедневном режиме, поэтому ситуация меняется каждый день, поэтому мониторим и контролируем. По учреждениям спорта и по культуре, от количества заболевших и по контакту. По гамме это 9% от общего числа детей, а по КДК это 12%. То есть до 20% барьера мы еще пока там держимся, не дотянули. И 7, 8% по спортшколе. Поэтому здесь все у нас контролируется. В противовес распространению коронавируса продолжается прививочная кампания. По вакцинации полностью вакцинированы 24 468 человек. 7 192 человека прошли ревакцинацию. Я в пятницу тоже сходила на ревакцинацию. Никаких последствий после этого не было. Чувствую себя бодро и энергично. Кабинет вакцинации в поликлинике работает в привычном режиме по будням с 8 до 18, выходные с 10 до 18 часов. В Котласе продолжается борьба со снегом. И хотя его с городской территории вывозят в больших объемах, тем не менее автомобилисты высказывают претензии. Из-за колейности на дорогах есть вопросы и к управляющим компаниям, ответственным за уборку дворов и чистку от наледи крыш. За минувшую неделю силами службы благоустройство с городских дорог вывезено 5 с лишним тысяч кубометров снега. Ежедневно работают по 3-4 самосвала. Всего за 27 дней января с города вывезено 18 434 куба. Без учета вывозки снега с территории ВАУ. В декабре всего было вывезено 16 961 тысяч. Сегодня техник работает по вывозке снега на улицах 70 лет октября и виноградов. Тем не менее качеству уборки снега на дорогах у жителей по-прежнему хватает претензий. В субботу в Ичигодском столкнулись сразу три автомобиля. Одной из составляющих причин ДТП могли стать сугробы, ограничивающие видимость. Также на некоторых участках городских трасс котлашане отмечают колейность, которая не убирается должным образом. К примеру, на Болтинском шоссе. Там на прошлой неделе произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. Есть претензии и к управляющим компаниям. Они отвечают за проезд во дворах, а также сосульки и снежные массы на крышах домов. На минувшей неделе жилфондом проводился мониторинг уборки дворов. Начали с микрорайона ДОК и там в 30 дворовых территориях выявлены 22 замечания. Все они направлены в управляющие компании. Повторная проверка состоится уже завтра. К происшествиям. Вот что значит Пятерка по труду украл более 300 тысяч рублей из билетных касс с помощью стамески. В котласе задержан мужчина, ограбивший автовокзал. В кассу он залез прямо через окошко, демонстрируя чудеса ловкости. Эти кадры, сделанные камерой видеонаблюдения ночью, 16 января, извиваясь как уж, мужчина настойчиво ползет в окно билетной кассы за своей добычей. Перед этим он вскрыл окошко, используя стамеску. Он пролез в помещение, похитил Денис Лестрества и положил их в поискную сумку. После фактного места преступления через окно. Все это время рецидивист осознавал, что все его преступные действия записываются на видеокамеру, поэтому старательно закрывал лицо маской, а голову капюшоном. Любитель легкой наживы признался, что уже давно вы нашел план проникнуть в билетную кассу автовокзала, так как все время был уверен в том, что там находятся большие деньги. Сотрудникам уголовного розыска транспортной полиции потребовалось меньше суток. Чтобы задержать злоумышленника, оказалось, что 31-летний мужчина ранее неоднократно судим за кражи. Часть похищенных денег изъяли, часть он уже успел потратить. За эту очередную кражу рецидивисту грозит до 6 лет лишения свободы. В Котласе прошел чемпионат и первенство Архангельской области по смешанному боевому единоборству ММА. Первый бой и первая кровь 19-летнему Курбану Тайгибову потребовалось меньше двух минут, чтобы одолеть соперника болевым приемом. Еще, еще, еще! Давай, давай, давай! Еще надо было привыкнуть. Привыкнул, все закончил досрочно, нормально. Ну, чувство, да, радостное, так скажем. Курорче я в итоге? Курорче. Не знаю, соперника, наверное. Соперник. Разумеется, в таких видах спорта без мелких ссадин никуда. Цитирую известную пословицу «нет боли, нет выгоды». Тем более, что к соревнованиям и новым достижениям участники готовятся заранее, упорно тренируясь. Как, например, Кирилл Балдаков, которому предстояло 4 боя. Я очень тяжело готовился. Я гонял вес, я согнал 15 килограмм за 3 недели. Это было очень тяжело. Я верю, что тяжелое трудо купится. Мои тренировки вообще, я считаю, самые лучшие в городе. В чемпионате приняли участие около 50 бойцов среди городов участников Архангельск, Северодвинск, Вельск, Котлас. Самым маленьким спортсменам было всего по 12 лет. Одному из них, Андрею Менюхину, для победы над соперником потребовалось всего 40 секунд. «Думал, сделаю бросок, но упал, взял колено. Ну, нога как-то заправилась на другой болевой. Я чуть-таки ему нагнулся, и у него нога защемилась или что-то там случилось. И я сделал болевой. И все, выиграл». «Ну, я как бы другого результата не ожидал, потому что Андрей на самом деле сильный парень, занимается по отделению боевого самбо. То есть для него эти соревнования уже не первые именно по ММА. В Питере участвовал уже по боевому самбо конкретно. Ну, и у любимого тренера сегодня день рождения сделал подарок. Красавчик». По итогам чемпионата сформировался список из главных кандидатов на вступление в региональную сборную ММА. Сейчас спортсмены начинают готовиться к следующим соревнованиям, которые должны пройти в марте. В эти выходные в рамках первого гастрольного тура наш город посетил Северный Русский Народный Хор. Чем порадовали котлашан поморские артисты и почему их пресс стал особо важным для города в материале Елены Нелаевой. Уроженец котлоса Сергей Спирин уже 30 лет артист Северного Русского Народного Хора. В юные годы в родном городе он окончил музыкальную школу, затем поступил в музыкальное училище в Архангельске. Будучи студентом, прошел прослушивание в Северный Хор, с которым судьба навсегда его связала. А на этих выходных в составе хора Сергей приехал на Малую Родину, где на сцене ДК поморские артисты презентовали свою программу «Песни над двиной», которая основана на авторских произведениях, новых оркестровых и сольных номерах. В новой программе написаны произведения специально для оркестра, были заказаны у молодых композиторов. Вот в этой программе мы их будем исполнять. Один номер «Жалеечка» и второй номер «Северного вертюра». Программа «Песни над двиной» была поставлена в прошлом году и приурочена юбилейным 50-м Ломоносовским чтением. Была первый раз показана в драмтеатре и имела очень широкий успех у зрителей в Архангельске. Поэтому мы решили в этом году наш гастрольный тур начать именно с этой программы. До того, как приехать в Котлас в рамках гастрольного тура по региону, Северный Русский Народный Хор выступил в Онеге и Красноборске. Далее в плане Коряжа, Макатунина, Холмогоры. Хочется сказать, что зрители во всех городах нашей области принимают нас всегда хорошо. Я думаю, что это интересно молодым. Насколько я знаю по отзывам, те молодые люди, которые попадают на наши концерты, они навсегда влюбляются в коллектив и продолжают следить за творчеством. Я исполняю сольную песню. Называется она «Сокол». Эта песня была написана специально для меня, нашим местным архангельским автором. И исполнителем Сергеем Григорьевым. Когда я только прочувствовала это, поняла, насколько это красиво. Тогда мне стало нравиться все больше и больше. И до сих пор в хоре Северном я работаю уже 17 лет. Приезд в Котлас Северного Русского Народного Хора послужил стартом в праздновании важной для города даты. Сегодня дан старт юбилейным мероприятиям. В этом году наш город Котлас отмечает 105-летие. Мало того, в этом году наша Архангельская область отмечает 85-летие. Я очень рада, что старт юбилейным мероприятиям дал именно наш известный, замечательный коллектив «Русский Северный Народный Хор». Это все на сегодня. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru, одноименной группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале. Далее реклама и прогноз погоды. Не переключайтесь. Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет» – это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Котлас Маяковского 47 и Володарского 23. Во вторник, 1 февраля, в Котласе будет довольно облачно возможны осадки в виде снега, днем до минус 9 градусов. Во второй половине дня столбик термометра будет расти вверх, ночью – 0, минус 1 градус. Ветер восточный – 4 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы.